Это будут житье рабочее. Посмотрите, как у нас люди живут. Они вам расскажут о своей работе, что, как, где живут. То есть, друзья, здесь и индезид, здесь и кортизо, там производство стекол. Да, вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с предприятиями, которые обслуживают индезид. То есть, это предприятие по изготовлению пластика. Это выплавляют барабаны, подстиральные машины. На работу с работы забираю, развожу по хостелу. Ну, то есть, такая как тут работа. Понял, вы живете здесь же. Всем привет, друзья. Несмотря на плотный график в Москве, удалось посмотреть в тренажерный зал прямо сейчас, утро. Вечером я улетаю в Польшу. Там планируются встречи с крупными работодателями Варшавы, Кракова и других городов с населением от 65 тысяч человек. Это фабрики, заводы, технологические предприятия. Обещаю огромное количество вакансий для СМД России, Беларуси, Украины, Средней Азии. Итак, я еду сейчас. Кстати, вот мой самолет в Варшаву для встречи с работодателями завода, фабрики, предприятия, с которыми мы сейчас будем взаимодействовать и помогать вам с новыми вакансиями. Друзья, ну здесь все стандартно. 9 злот, 10 гигабайт интернета. Коста кофе. И жду Дениса, который меня сейчас встретит. Ребята, едем по местному автобану. Здесь есть какие-то ограничения по скорости? Суров, суров. Хорошие дороги, друзья, в Польшу. И погода, погода. Сегодня где-то плюс 12, да? Ну, Картавон плюс 9,5, но сейчас без Асхея, это 8. Даже теплее, чем в Сочи. В Сочи вечером. Ну, сейчас я приехал из Сочи, там было холодно. Здесь прям так. Классно. Что за город это, Единственное? Кротовска. Город на перипетии всех дорог. До Варшавы 150, до Лодзе 80, до Кракова чуть дальше 250, до Вослава 200, до Катовит 150. А почему здесь? Почему здесь остановилось? Ездить в любую точку, пригодно. Я понял. Если жить в Варшаве, то по Дальношленского ездить далеко. Если жить там в Дальношленском, в Угославе, то ездить до Варшавы, до Лодзе далеко. Какие у нас завтра планы? С утра чай, кофе и в путь. Куда поедем? Поедем в Лодзе. С Лодзе поедем, я думаю, на Родзе. Не знаю, сначала с Родомска начнем. Поедем на Лодзе. С Лодзе поедем на Катовице. С Катовицы поедем на Родзе. Думаю, сзади не успеем. Это будет предприятие? Это будут житье рабочее. Посмотрите, как у нас люди живут. Они вам расскажут о своей работе, что, как, тяжело, не тяжело, с чем сталкивались, как им вообще здесь живется. То есть это обычные люди, которые приехали сюда, работают, зарабатывают на жизнь и обеспечивают свою семью. Приехали в отель. Считается такой, да, хороший? Ну, да. Не супер. Посмотрим, что тут. Народ тут отдыхает, тут ресторан. Сегодня уже выходные, и тут народ отдыхает. Все, друзья, завтра. Это здесь такое, да? Вау. Друзья, тут прям ночной клуб рядом. Доброе утро. Так сегодня выглядит вид из окна моей гостиницы. Ребят, кто хочет стать водителем на большой машине, на грузоперевозках, звоночек для вас. Смотрите, сколько их. У меня, кстати, завтрак. Неплохо все это выглядит. Завтрак бесплатный, входит в стоимость номера. Номер, кстати, обошелся в 28 евро. Так все это выглядит по утрам. Неплохой отель. Приехал Денис. Все, выезжаем. Сейчас забираю свои вещи из отеля. Очень вкусный. Сейчас мы еще раз проедем по предприятиям, в которых работают и русскоговорящие, да, ребята, и поляки. Где-то берут, приезжие, где-то не берут. В общем, едем. Кортизо, это алюминиевые, да, на конструкции изготавливают. Вот, друзья, первая компания Кортизо. Работают ребята, да, на этой компании? Здесь поляки, здесь украинцев нет. Здесь только поляки. Не берут, да, украинцев? Нет, не везде. Это не на все предприятия берут украинцев. То есть украинцев берут, ну, и вообще русскоговорящих со стороны СНГ и Азии. Это те, которые работают такие мануальные, не адекватом. Там специальные навыки и умения. Извините, а я знаю, что здесь есть школа для взрослых, где можно повысить свою квалификацию. Языковую? Не-не-не, вот профессию. Можно, конечно. Это платные или бесплатные? Все платные. Есть эти, как они, полицензарные школы. Да, полицензарные. Это бесплатные будут. Но там не все направления бесплатные. Я, кстати, в Кракове делал видео как раз от школы, со школы. Тут что там, фонсекс, это памперсы делают. Вот справа? Здесь берут русскоговорящих? Здесь такие разовые работы. Мы даем тут украинцев на неделю, на две недели. То есть здесь больше на перепаковке стоят. То есть оно выглядит, что это здоровое предприятие. А по факту там стоит пару машин, которые производят памперсы, засыпают ингредиенты. Подключают эту вот плюху. И изготавливается памперсы в Украине стоят просто на упаковке. То есть мы на конечном выходе на погонах, на обгрузку. Не помимо. То есть еще пять лет назад этого ничего не было. Это вот больше так быстро развивается, быстро строится. Вот тоже здесь новые предприятия строятся. В прошлом году еще вот этого не было. Сейчас тоже достраивают. Это то есть на такой территории, прям конкретно предприятия, где где-то берут русскоговорящие, где-то не берут. Где-то не берут. На памперсах берут, но на короткий срок. На короткий срок там разово, когда зашиваются люди, то берут. А это что за предприятие? Цинковня. Тут мы никого не давали сюда. Я даже не вникал, что это за предприятие. Понял. Друзья, самая большая проблема это снять ролик с предприятия. То есть не пускают просто так? Не пускают. Ну, у каждого свои секреты, как это все делается. Поэтому туда никто не пустит. Это пресс-глаз здесь. То есть это перепаковка, переборка мусора. Слева у нас. Там как? Берут, не берут? Берут, но мы туда не даем. Там такой нюанс, что там каждый месяц полтора спортивные случаи. О! С чем связано? Стекло. Оно дежевое, падает, срывается. Здесь завод Индезит. Вот он прям большой. Бытовая техника? Да, здесь изготавливают стиральные машины и духовые печи. Ну, вот он прям больше войдет. А вот эти вот грузовые машины, я так понимаю, они приезжают сюда как предприятия? Это на погрузку, да. А, и вот это вот гостиницы, где я сегодня спел, это как раз люди, дальнобойщики, да? За счет предприятия останавливаются? Люди там спят в основном машине, да. Можно, ну, в принципе, пару отелей есть по этому городку. Вот это вот такие промзоны. Ну, в принципе, такие подобные промзоны по всей Кольщей раскрыли. А вот слева что? А, это все стекла, да? Это вот стекла, да. Вот, вот этот вид стекла идет, то, что срывается, падает. То есть это все строится, это интенсивно строится, то есть Польша такая быстроразвивающаяся страна на сегодня. То есть, друзья, здесь и Индезит, здесь и Кортизо, там производство стекол. Да, вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем с предприятиями, которые обслуживают Индезит. То есть это предприятия по изготовлению пластика. Это выплавляют барабаны, подстиральные машины, склазную мелочевку, резиночки, жгутики. То есть здесь идет на Индезите просто сборка со всех предприятий. Приезжают комплектующие и на месте уже на линии собирают. Вот, кстати, это предприятие справа. Ну, здорово, да. Это огромный склад мебели в воду. Там он полуавтоматический. Мы приехали в мочалке. Еще на один хостел. Здесь работают люди, которые, вернее, здесь живут люди, которые работают на производстве мочалок. Да, мочалки, губки разные. Я обратил внимание, вот люди в какой теме работают, сколько у них всего там картошка. На картошке картошку жарят, на мочалке, мочалке развешаны. Какая-то рабочая машинка их нет. То есть фирмы снимают в лизанных эту машину, они на ней ездят на работу. Такой красивый дом, да? Рено новое, да? То есть они ездят на ней... В 19-м году они сильно новые, но до работы в воде. На производство, видите? То есть я заметил, у каждого своя машина, да? Да. Вот сколько здесь людей живет. Потому что очень дешевые машины, здесь за месяц можно себе купить машину. То есть это за месяц, на работу за месяц можно купить машину. Никаких сигарет, никаких выпьетов. Здрасте, как вас зовут? Женя. Женя, вы работаете на этой машине, да? Да. И что делаете? Куда вообще они ездите? В основном смены возим на работу, с работы забираю, развожу по хостелам. Ну то есть такая как тут работа. Понял. Вы живете здесь же, в этом хостеле, да? Сколько тут человек? Хостел хороший. Я вот сейчас вот как раз внутри поснимал, там очень здорово. Да? Да. А то есть, ну получается... А что за предприятие? Арикс. Арикс? То есть там делают мочалки? Мочалки. Ну всякие виды мочалок, скажем так. Ряд. То есть с утра, грубо говоря, вы все собираетесь в машину и уезжаете на работу, да? В 6 часов отвез в первую смену. Там если с ночной надо, привез с ночной. То есть, ну такого плана. Понял. В 10 годах. Ну и тогда. Здесь удобно, все есть, удовольствие. Сколько, сколько, когда начинается рабочий день, когда заканчивается? Когда начинается 6 утра, вот. И как и как. Две душевных кабинки. Три на первом этаже и три на втором. Кухня, да? Здрасте. Такая кухня. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...